я никогда не думал что я приду к мысли написать книгу и честно говоря никогда об этом даже не думал но после того как трагически погибли мои друзья баглан с адвокатов из группы студии мурат насыров и особенно после смерти мурата насырова в прессе было очень много негатива про него и про его жизнь люди журналисты нечистоплотных забывали о том что у нее семья что у него есть дети есть близкие и ради своих рейтингов и ежеминутных каких-то скандальных моментов делали вот такую бесчеловечную на мой взгляд историю и на телевидении прессе и тогда когда я сидел у экранов телевизора меня настолько все это возмущало помимо того что для нас это было большое горе и потрясение так еще был жесткий прессинг со стороны российского телевидения и газетов когда на вас прессовали или вы скажете то что нам надо или мы напишем то что мы считаем нужным не очень приятные для вас и если вы помните там было очень много разговоров и про секту и про наркотики и про алкоголь и все остальное и тогда у меня в голове только была одна мысль дай бог все это пережить но когда-нибудь я расскажу свою правду обо всем этом и не только мурате насырове боглане с адвоката вообще взаимоотношениях шоу бизнесе потому что на первый взгляд это красивая конфетная обертка который очень многих привлекает она очень может быть горькой на вкус вас могут использовать выбрать за ненадобностью поэтому прошло пять лет после того как трагически погибли мои друзья но все эти годы я знаете не так вот что я сел и думаю вот сейчас я буду писать нет я просто сделал какие-то заметки что-то вспоминал и у меня книга получилось не грустная она это повествование это просто история одного человека это моя история о моей жизни которая на протяжении их последних двадцати лет переплеталась жизнью многих известных людей и мурат насыров мой друг и артист которым я проработал 10 лет и продюсировала его боглан с адвокатов из группа студии группы а студия вообще в принципе о наших первых шагах в москве в россии и знаете вот я сегодня до встречи к вам прочитал одну из рецензий в москву москве на эту книгу есть положительно очень много я понимаю когда человек выходит с какой-то работой то ли с песни то ли с альбомом или с книги как я в данном случае то отзывы разные бывает мне настолько затронула и задела вот это вот знаете человеческая опять бесчеловечность когда я читаю сегодня рецензию написано ну вот он пиарит себя на смерти своих друзей на смерти мурата насырова боглана с адвокатова я вот сижу читаю думаю ну как вот не стыдно вода пишет какая-то девушка по каким-то псевдонимом она даже книгу не читала она пролистала несколько страниц и пишет рецензию и причем в таком негативном свете по-человечески мне обидно да потому что когда писал эту книгу было пролито столько слез и столько души во все это вложено было а потом я думаю слушайте если какая-то неизвестная женщина может сбить меня с того пути с моих каких-то внутренних ценностях сбить просто потому что она не поняла то бог и судья наверное и конечно же я не рассчитываю на то что я сейчас буду получать какие-то приятные возгласы восторга мне хочется очень чтобы люди которые прочитают эту книгу может быть задумаются о том что для того чтобы сказать своим близким я тебя люблю для этого не нужно ждать когда вы их потеряете раз и навсегда что не зря есть русская хорошая пословица ложка дорога к обеду пока рядом с нами есть наши близкие друзья родители жены дети давайте сейчас будем говорить им что мы их любим что мы дорожим что они нам близки и не стесняться дарить свои чувства свою любовь просто так ничего требую замен я к сожалению об этом понял слишком поздно и я имею ввиду потеряв своих друзей и сейчас приезжая сюда в алматы я приезжаю сначала на одно кладбище казахская баклана с лакасова потом еду к мурату насыровым но и гурское кладбище проливаю там слезы чисто по-человечески просто потому что мне их не хватает несмотря на то что я состоявшийся человек у меня семья и дети на что-то такое внутри будто трава оторвали кусок сердца потому что приехал в москву мы были никому не известны у нас не было денег у нас не был там родственников и за эти годы они просто стали не просто друзьями это вот просто близкие люди с которыми мы ругались с которыми поддерживали друг друга делились последним куском хлеба тем более мы все были не русские до рассказать там большой москве и у нас получилось в этой жизни несмотря ни на что поэтому очень жалко что ребята не могут сейчас так получилось жизни может быть наслаждаться вот именно тем периодом когда они много в своей жизни сделали его так вот трагически ушли но я очень рассчитываю на то что люди которые прочитают эту книгу смогут просто задуматься может быть не только молодые люди ну и взрослые но и мои ровесники потому что там в этой книге не только артистах вообще в отношениях семье рассказываю о своих личных переживаниях о своих в отношениях в семье о своем отношении к вере и так далее поэтому поэтому вот такая получилась истории московского чингисхана когда писал эту книгу и мы думали название не было вопросов не было задачи у нас как-то вот позиционировать себя да так и на самом деле называли меня в российской прессе то во первых во вторых из рода туре вы сказали правильно в третьих все равно даже в москве вот когда у меня была презентация то гибрид простите коллеги говорили о том что ну вот приехали казахи которые завоевали москву все-таки я музыкальный директор национального канала в россии музыкального и казах по национальности в той ситуации которая сегодня есть в россии междунациональные проблемы все равно кому-то это не нравится это какой какая-то отдельная группа может быть людей негативно настроенных реагирует болезненно но я вам хочу сказать что я родился в россии я россиянин там мой дом там живут мои родители там москва где я прожил практически всю свою жизнь я люблю россию я считаю себя патриотом россии поэтому здесь ни в коем случае того что я живу там не мешает меньше любить казахстан и вы знаете чем старше становлюсь я тем больше возникает потребность в том чтобы приезжать сюда пытаться общаться с людьми своими земляками говорить по-казахски какие-то традиции в семье сохранить именно национальные казахские поэтому раньше когда мне об этом говорили в 20 лет я не придавал этому значению мне казалось что мы все интернациональные значит как я об этом не задумался сейчас годами я хочу чтобы мои дети говорили по-казахски и к сожалению не говорят мне хочется приезжать чаще сюда и быть понятым здесь потому что чтобы не происходил я в россии казах хотя и российский я казах а я приезжаю сюда я российских иногда я думаю ну а где вообще мой дом там да там в оренбурге в россии в москве или здесь в казахстане знаете здесь вот такой момент знаете он такой может быть рано об этом еще думать но как-то мы жену рассуждали я и говорю ты писаешь ты казашка из ташкента я казах из оренбурга выживать в америке я живу в москве значит мы то там то здесь вот когда мы с тобой состаримся где нас похоронить в каком она как о чем ты говоришь как ты можешь вообще об этом говорить его я но просто вот я не тому что мы завтра умрем не дай бог мне просто вот где где вот у нас похоронят в оренбурге в ташкенте в москве или в америке это рано об этом думать забивай себе голову всякими глупостями но с одной стороны она права с другой стороны это вопрос не о том где меня похоронят а где твой дом наверное там где твои близкие но приезжая сюда в казахстан и подчеркиваю и потому что я для знаете занимаясь популизмом когда я говорю что я люблю казахстан что для меня очень важно и дорого что здесь происходит я искренне переживаю за то что происходит в моей стране искренне радуюсь успехом удачи и всегда стараюсь гордо нести знаете вот это вот название можем сказать даже не название гордо нести свое звание что казах по национальности да то что как не громко это сказано будет то по таким как я казахом живущим в москве те люди которые с нами общаются и никогда не были в казахстане не судят о целом народе и приезжая сюда вот я много раз об этом говорил своим землякам когда в россии там вот когда говорил про лицензию там не очень приятно или кто-то что-то не так сказал я не так болезненно реагирую потому что там не родился вырос я там как рыба в воде а приезжая сюда у меня другие ожидания да потому что когда я приехал в первый раз казахстан мне казалось казалось что если казах он мой брат если казашка это моя сестра они же мои земляки не так казалось и и приезжая сюда я все время жду какого-то другого отношения к себе более теплого наверное чем там родственного да и и поэтому каждый приезд для меня это большая радость большое удовольствие и вот в этот приезд именно со своей книгой истории московского чингисана я хотел поделиться именно своими земляками рассчитывая на то что я буду больше наверно понятым здесь как земляк как человек таких же кровей все что я делаю помимо этого есть еще международный центр культурно-делового сотрудничества россия и казахстан это такая общественно-политическая нагрузка которая у меня есть и работа которая делаю с удовольствием телевидение я работаю уже более пяти лет есть артисты которых я продюсирую но сейчас я меньше этим занимаюсь и преподаю вузах в московских академии управления и в других вузах но во-первых то что касается вузов и это делаю с удовольствием потому что я по специальности последний психолог кандидат психологических наук и закончил академию госслужбы и там же защитил диссертацию поэтому общение студентами это всегда для меня удовольствие молодые люди особенно нравится аудитория большие когда человек по 200 по 300 и я к лекциям готовлюсь сижу ночами почему потому что когда занимаемся мы только одним направлением мы деградируем вот знаем только узконаправленно свою историю в своей работе а копни чуть вправо чуть влево мы даже в этом не разбираемся знаем только может быть лучшем случае как скелет какие-то вот общие моменты и поэтому когда я преподаю в академии я это делаю еще для своего общего развития потому что я читаю литературу я готовлюсь мне хочется подготовиться так чтобы студентам было интересно это все-таки психология управления когда я прихожу на канал мус тв это дело которым занимаюсь последние пять лет и до этого занимался телевидением это мое сегодняшнее настоящее и это мне нравится и это основная моя наверное деятельность на сегодняшний момент продюсирование и музыка это все-таки уже немножко другое направление но это развитие каких-то тонких чувств своих потому что человек который увлекается музыкой который слушает музыку он тоньше чем просто обычный человек он чувствует по-другому не только музыку но и людей раскрывает какие-то другие свойства души человек который увлекается творчеством мне кажется он с одной стороны больше раним с другой стороны у него шире сердца и точно так же как он может творить любить точно также может сопереживать точно также может дарить свои чувства другим людям и например сейчас я своих маленьких детей помимо того что они ходят на спорт занимается английским обязательно они занимаются музыкой будут они музыкантами где-то другой вопрос чтобы они точно также смогли через себя пропускать вот эти вот тонкие свои чувства и раскрывать их вот это очень важно на сегодняшний день мы не просто музыкальный канал а мы канал о популярной культуре до канал немножко изменил свой формат от музыкального перешел к популярной культуре да это во-первых аудиторию расширила во вторых канал стал оправдывать именно то что он на сегодняшний день показывает в эфире у нас появилось очень много развлекательных программ чего было раньше намного меньше меньше в эфире канала и это связано с тем что аудитории стало шире нас смотрит в основная аудитория это 1134 более 100 миллионов телезрителей в шести странах постсоветского пространства в казахстане в более 20 городах вещаем и прошлогодний концерт который мы организовали на мидео при содействии помощи акиматы города алматы показал что нас здесь смотрит такого рода концерт интересный казахстане алматин сам и на мидео на известной площадке только в казахстане но и в россии такой уникальной площадке вроде со мной стран спортивная но сейчас и концертный прошло вот наше празднование и я думаю что мы эту историю продолжим и может быть будущим летом мы приедем сюда уже другой программой с лауреатами и победителями премии мус тв поэтому вот сейчас пока я нахожусь здесь мы ведем переговоры о том чтобы в июне месяце премии мус тв приехала в алматы вместе со всеми нашими звездами так что я думаю что мы сможем еще порадовать и казахстанцев и россиян гостей которые приедут сюда потому что приезжая сюда звезды журналисты коллеги конечно казахстане немного слышат и в основном позитивные отзывы но чем больше здесь бывает тем больше новых приятных впечатлений и соответственно хорошие отношения к казахстану потому что хлебосольная гостеприимная земля музыкальный народ и мне как казах уже в общем россии это вдвойне приятно когда еду в машине все время отслеживаю идут ли наши ролики какие песни крутятся что происходит у конкурентов это большей степени моя работа я приезжаю в москву я все время слушаю музыку и даже знаете как часто бывает я приезжаю гостям к друзьям в гости другой город куда обычно ведут где или в ресторан ну или в клуб куда-то не играет музыка я им говорю послушать если вы были бы шахтером приехали приехали бы куда-то в гости и вас все время водили бы на шахту вам хотелось бы ты нет что ты хочешь я просто хочу посетить духовка у камина там загородном доме без музыки с детьми вот это вот для меня на самом деле отдых потому что как только я это наверно уже профессионально слушаю музыку не могу наслаждаться ей я сразу слышу какая аранжировка как записана гитара какой флакал не выпирает ли барабаны какой сведений поэтому здесь не можно сказать это уже такая наверное профессиональная такие погрешности сдержки профессии да но в этом нет ничего плохого но на дети машине папа почему ты все время слушаешь только русское радио а сейчас они уже привыкли папа сделать погромче папа сделать так лучше так что я вам хочу сказать что в этом наверно нет ничего плохого и мне это нравится почему нет потому что все время находишь что-то для себя новое интересное и моя работа я хожу каждую неделю иногда в неделю по 5 раз бывает на концерты в москве у тебя было буквально несколько дней назад на концерте сергей лазарева сольный концерт в москве впервые у него был мне очень понравилось я очень люблю сергей лазарева и все время говорит один из моих самых любимых артистов потому что он честный искренне молодой работоспособные открытый настоящий друг дай бог ему здоровья и счастья до этого за неделю я был филиппа киркорова на концерте другой в кремле и был просто полон восторга и впечатлений от увиденного шоу филипп знаете я настолько всех люблю артистов занимаюсь я не я бы наверное занимался бы этим бизнесом себя их не любил бы свое время когда я не был еще с ними знаком не нравились простых песни сейчас когда с ними знакомыми с ними какие-то общие задачи пересечения в работе мы дружим вы же по много лет и и с филиппом и салой борисовны все всегда очень как зонам я могу перечислять и перечислять потому что наверно невозможно работать в профессии когда ты не любишь тех людей с кем тебе приходится пересекаться как можно делать свою работу не любят то что чем ты занимаешься тех людей кто в этом бизнесе поэтому на концерты хожу часто сейчас я прилечу буквально завтра в москву послезавтра концерт билана и да и получается знаете какой-то замкнутый круг вот я пошел билан лазарева киркорова я не могу потом не пойти к другому иногда это доходит до такого что я приезжаю домой я меня неделями не бывает вечерами дома потому что днем я в офисе а всем что вечер или концерт или у кого-то презентация альбома день рождения презентация клипа день рождения группы или еще что-нибудь и я считаю так что мы когда день рождения это личный праздник если тебя пригласили это просто некрасиво не пойти потому что кстати пригласила души я иду туда я пошел к одному исполнителю на следующий день у другого исполнителя мне опять то приходится хотя бы на 15 минут но нужно и поэтому получается что при нашем образе жизни это практически ежедневная история конечно хожу с удовольствием сейчас приедет в москву пол маккартни я был на концерте бьонс когда она была поэтому я и естественно хожу на западных звезд для того чтобы держать руку на пульсе что происходит что происходит мировой индустрии популярной музыки